Добровольное объединение студентов Вторая цель по конкретным делам. Использование этой работы по конкретным делам в процессе обучения. У нас работает 4 или 5 общественных приемных по городу, где ежедневно студенты-старшепустники принимают граждан, дают им консультации, берут поручения на выступление в суде, выступают в судах, выигрывают дела очень довольны. Вот это одна часть. И второй вид работы это работа по переписке. Мы называем дистанционное консультирование. Мы получаем массу писем, в основном от осужденных, которые жалуются на приговоры. Мы даем их студентам письмо, копию приговора обязательно. Проанализируйте, есть приговоры ошибки или нет и доложите. Нет ошибок, пишите отказ. Есть ошибка, пишите обращение в краевой сумме. Это помогает набивать руку, понимаете, на составление документов. Для юриста очень важно, юристы работа бумажная, писать сервису надо. И составлять такие документы совсем не так и просто. Я смотрю, как студенты растут. Сначала такую чушь напишут, два-три раза переписывают, а потом сами становятся консультантами. И у них уже студенты консультанты. Я говорю, у Ильи был, нету сначала Киес, ходи, он посмотрит, он приходи ко мне, я тебе подправит. Он опытный человек, он несколько лет этим занимался, он уже аспирант теперь наш. И так далее. Вот это работа с письмами. Два основных направления. Кроме того, у нас направление, по которым в колонии наши ездят, ведут воспитательную работу в Каннской, воспитательной колонии и в Абаканской для несовершеннолетних. Этим занимается Александр Ильич Назаров. И прием в колониях проводят. Мы провели три всероссийских летних школы, в июле вот третья была, по оказанию правовой помощи осужденным. Вначале мы им читали лекции, как это делать. Потом ролевые игры. Наш аспирант изображал зэка, а иногородный студент как бы прием проводил его. Мы хохотали, зэк это в такой тупик ставил, у нас опытные ребята. А потом повезли их в колонии иногородних. Они ни разу в зоне не были, они боялись туда войти поначалу. И посадили на прием. Вот вам реально заключенный, вот его реальные проблемы, вот и консультируйте его. Они очень довольны и уехали. И многие сказали, мы у себя тоже это сделаем. Заведем тоже такую практику, у них этого не было. Ну и некоторые другие формы есть. Но это вот основные формы, это устный прием, консультирование, письменное консультирование и работа непосредственно в колонии. Мы на третьем курсе принимаем в стажеры, прикрепляем кураторов, и вы начинаете ходить на прием, где уже старшекурсники работают. Потом конечно отсев происходит, но такие упорные товарищи остаются. При переходе на четвертый курс мы их переводим в сотрудники, они уже самостоятельно будут вести прием и учить стажеров. Ниши. Так четвертый, пятый курс. Наш основной состав. Потом в аспирантуру уходят, остаются у нас в клинике. И нам приходят, дайте пару писем. Соскучился. Это же интересно, прочитать приговор, вот он жалуется, прав он или нет, то он прав, или суд. А какие ошибки мы находим? Я вам приводил примеры. Жуткие ошибки. Жуткие. Это еще не все примеры. Сейчас мы двумя делами занимаемся. Просто ну ужас там, какая ошибка допущена. Причем на уровне общей счастья уже ее можно распознать. И будем добиваться изменений. Так что приглашаем и туда. Но это у вас будет еще собрание, и вас будут туда еще агитировать.